ну что же приветствую вас дорогие друзья на моем канале гражданин мира посвященному путешествию по странам и городам мира и сегодня мы отправимся на экскурсию по красивейшей улице челябинска эта улица именуется как кировка и это принято называть пешеходная улица по типу арбата созданная там находится множество достопримечательностей в основном это скульптуры достаточно интересные в основном такого дореволюционного периода и давайте же начнем спасибо огромное заказчику за то что он предложил такое позитивное видео которое позволит нам с вами расширить свой кругозор встречает нас улица вот с таких ворот скульптура называется городские ворота она является копией тех ворот которые в дореволюционное время встречали жителей а вернее гостей челябинска видите вот такой герб также интересно что на гербу у челябинска как вы знаете находится верблюд поскольку раньше здесь это было очень популярным транспортом и заходим мы на территорию кировки и встречает нас вот такой вот городовой раньше вот такие стражи патрулировали улицы вот так он выглядит в самом начале видим что подобрана достаточно приятная погода для прогулки здесь видим что уложено все брусчаткой весьма неплохой вид видим также приятную архитектуру в различных стилях чуть дальше мы видим вот такой вот насколько я помню этот деловой центр к нему мы чуть позже подберемся и буквально пройдя несколько метров нас встречает следующая скульптура находящийся напротив зданий законодательного собрания челябинской области называется она ходок с собачкой то есть это крестьянин читающий указ здесь не так хорошо видно в тени стоит скульптура саксофонист рядом с которой собираются зачастую музыканты продвигаясь дальше выходим на вот такое вот солнечное место и следующая скульптура называется модница вот так вот интересно создали вот такую вот экспозицию смотрите напротив зеркала находится скульптура хорошо одетой дамы на то время так сказать и вот проходим чуть дальше видим с другой стороны и и вот таким образом это все выглядит вот смотрите сзади также вот такой вот вид открывается немного портят вот такие старые здания непонятно как они вообще здесь оказались на такой красивой улице почему бы не отреставрировать но в целом очень даже неплохо выходим мы на своего рода такой перекресток здесь также все приятно все красиво и смотрите находятся две скульптуры одна справа другая слева та которая справа называется мальчик с верблюдами также его именуют у оазиса считается что скульптура напоминает то время когда здесь проходили караваны с верблюдами также можем попробовать в другой панораме рассмотреть эту скульптуру поближе ну и также напомню что здесь находится извозчик с собакой отсюда плохо видно но сейчас мы в другой панораме это посмотрим меня просили сделать именно в яндексе панорама поскольку они здесь я так понял завершены все эти скульптуры но например в гугле больше обзора то есть больше точек с которых можно посмотреть и давайте же к ним обратимся вот на своих экранах вы видите что я перешел в режим google и у нас появляется возможность рассмотреть скульптуру мальчика с верблюдами находящихся на водопое в руках у него птичка в общем-то виды зачетные давайте перейдем теперь к извозчику он тоже у нас имеется здесь так вот вплотную мы подходим наблюдаем здесь собачку вот такая вот повозка можно съесть сфотографироваться в общем-то неплохая скульптура для своего досуга также можем вернуться к скульптуре модницы вот так вот в зимнюю панораму выглядит это все мне кажется даже интереснее чем в летнюю как вы видите люди в то время были более закаленные поэтому шуба в зимнее время она была ни к чему возвращаясь на солнечную панораму яндекса мы видим также следующую скульптуру она именуется как профессиональный нищий здесь сидит старик с протянутой шапкой и считается что там кто положил денег ему погладил по головке то тот будет достаточно счастливым и богатым и по иронии судьбы находится это напротив банка давайте же последуем дальше здесь находится памятник добровольцам танкистам и чуть дальше находится вечный огонь проходя через аллею славы немножко свернем смотрите аллея славы и вот практически выходим мы на соседнюю улицу здесь находится вечный огонь давайте же вернемся резко на тот самый перекресток напротив аллеи славы находится скульптура посвященная ветерана войны как вы видите уже по внешнему виду также можно сесть фотографироваться причем что интересно скульптуру решили разместить на самой обычной лавочки которые находятся на данной улице это тоже в принципе неплохая идея здесь мы подбираемся к нулевой версте . отсчета между городами в общем то здесь все понятно я думаю но если смотреть по сторонам то смесь такой приятной старой архитектуры ухоженной красивой при этом чередуется она с стандартными городскими видами какие-то более старые дома есть такие вот современные который мы сейчас также перейдем поближе что примечательно что рядом с нулевой верстой находится почтовое отделение это к чему говорю что обычно было принято считать расстояние между городами от почтового отделения в населенном пункте интересно как это обстояло дело на западе но вот такой вот факт и рядом находится еще одна скульптура называется чистильщик обуви наверное так же я где-то пропустил скульптуру почтальон но скульптур достаточно много я думаю нам хватит и того что мы уже видим подбираясь к зданию челябинск сити который является самым высоким зданием в челябинске 111 метров здесь мы видим вот такую скульптуру называется она приказчик раньше в челябинске здесь зачастую были дома именитых купцов и вот такой приказчик являлся таким характерным представителем того времени видите он на ступеньках расположен также очередная интересная идея расположить это все в гармонии с уличными атрибутами городскими атрибутами можно так сказать вот тот самый торговый центр который мы наблюдали на протяжении всей улицы следующая скульптура является так сказать памятником песни черный тюльпан сама скульптура это александр розенбаум который играет на гитаре и рядом на камне слова песни кому интересно можете более детально погуглить в принципе по любой скульптуре которая вас заинтересовала очередная скульптура это левша который подковал блоху давайте обратимся снова к панорамам google снова зимняя панорама вот так это все выглядит напомню что хоть и google панорамы намного удобнее намного я бы даже сказал оптимизирование но к сожалению во время съемки google панорам не все скульптуры были готовы поэтому приходится вот так вот изощряться смотрите под лупой мы видим ту самую блоху и также чуть дальше напротив мы видим скульптуру художника перейдем на летнюю панораму и при этом задумано это было так что вместо мольберта у него зеркало и по сути получается что рисунок он динамичен он может отображать вас может отображать аллею что еще больше придает уникальности данной скульптуре немножко пройдем в режиме данных панорам следующая скульптура это карета с пажем думаю здесь все понятно и кстати говоря это очень популярное место для молодожен в челябинске и вот кстати как раз наглядно причина почему google карты здесь не совсем подошли бы скульптура называется перед вами пожарный и не сложно догадаться ну и как вы понимаете переключаясь на панораму яндекс что здесь не хватало именно пожарного сама скульптура находится напротив бывшей пожарной каланчи и вот такая вот своего рода память тому времени пожарникам подобрались мы к более значимым скульптурам переходим мы немножко вправо и вот на такой вот площадке уложенной брусчаткой вот с такими вот неплохими видами исторических фасадов мы находим лавочку с пушкиным тем самым и напротив данной лавочки со скульптуры находится молодой фонтан челябинска с нимфами называется он танцующая грация либо нимфы вот так он выглядит с другой стороны такой вот интересный ракурс портят конечно вот эти вот старые многоэтажки с страшными балконами непонятно как это могли оставить хотя в принципе несложно такое значимое место украсить ну давайте же продвигаться рядом мы видим скульптуру именуемую как будь в кадре если верить описанию в общем то здесь все понятно я думаю подошли мы к пересечению пешеходной улице и автомобильной улице и пожалуй мы сейчас досмотрим наши скульптуры и и уже будем продвигаться по уличному мосту который не менее красив как видите здесь находится сразу же две скульптуры одна другую загораживает но сейчас мы попробуем как-нибудь перешагнуть здесь очень сильно большой шаг происходит такое вот неудобство это мяч в кепке так называется скульптура перед собой вы ее видите точно истории происхождения данной скульптуры нет говорят что то один футболист присутствовал то другой в кепке ну в общем он присутствовал на открытии этой самой улице кировки ну а чуть дальше находится скульптура которая также не имеет точного названия это но один из вариантов мама читает книгу сыну вот отсюда мы можем наблюдать эту скульптуру таким образом усадили эту скульптуру в общем то я думаю вы все видите ну и памятник основателям челябинска вот такой вот интересный красивый на мой взгляд памятник есть описание в общем то также можете загуглить кому более детальной информации интересно но в принципе я думаю здесь так все понятно выходя на дорогу став на трамвайные пути мы видим вот такую вот интересную панораму которую мы уже прошли справа мы видим пешеходную улицу кировку которую мы уже изучили немного левее находится 111 метровое здание челябинс сити ну а слева у нас открывается вид на театр оперетты имени глинки и напротив находится памятник самому композитору глинки снова обратимся к google панорамам чтобы более детально рассмотреть данную территорию вот такой вот театр вот памятник ну возможно где-то территорию можно и доработать все таки с растительностью могло бы быть получше в целом неплохое открытое место красивое открывается вид на город в том числе также хочу отметить чтобы вы знали для ознакомления с данной улице улица не заканчивается она поворачивает вот в такое вот место то есть переходя дорогу она еще немного продолжается здесь находится вот такое вот красивое место именуемое как челябинский кровеческий музей с такой архитектуры интересной и чуть дальше пожалуй еще покажу сад камней можно взглянуть и на этом закончить уличные панорамами вот ведь уже резко начинается не самые лучшие виды давайте вернемся подберемся мы к тому что можно посмотреть это сад камней вот так вот он выглядит возможно здесь еще что-то достраивали я так понимаю место еще выглядит незавершенным возможно вот такие вот места под что-то предназначены также здесь неподалеку где-то должен находиться памятник проковьеву а также мемориал солдатам правопорядка если вдруг вам интересно можете отдельно это все посмотреть в принципе я очень рад что мы ну процентов наверно 80 мы посмотрели достопримечательности и можем смело отправляться по данному мосту также на котором открывается вид красивый на город как я часто говорю что крупные улицы в россии на них действительно приятно смотреть да есть много исключений но данная панорама она является именно тем самым положительным моментом также хочу отметить что в яндекс панорамах здесь более насыщенная картинка тем самым улучшает вид самих панорам и на них становится приятней смотреть давайте посмотрим весь путь который мы увидели вот что интересно мы по-прежнему видим здание челябинс сити мне казалось что даже с самой пешеходной улице то что его видно это уже достижение а все-таки из другого берега мы его продолжаем наблюдать это тоже очень интересно мы завершим наш ролик храмом святой троицы который также находится на улице кирова можете обратить внимание что мы по-прежнему находимся на улице кирова но уже с автомобильным движением сам храм приятной архитектуры выполнен из красного кирпича видно что территория облагорожена вот таким образом он выглядит сочетание вот с такой панорамой снова выходящий на виднеющийся с кировки челябинск сити городская панорама имеет весьма приятный вид и такие виды меня особенно радует когда это находится в городе челябинск поскольку ну челябинском не так все просто я думаю вы сами это понимаете в общем на этом можно я думаю наш ролик закончить спасибо еще раз огромное заказчику за то что он предоставил такую возможность получить приятные эмоции расширить свой кругозор кому это видео пошло на пользу может быть у вас улучшилось настроение что-то новое узнали ставьте лайк делитесь впечатлениями в комментариях также можете заказать свой ролик с обзором на город либо свое сравнение читайте в описании есть ссылки на the nation alert там в принципе ничего сложного не забывайте также делиться роликом кому эта тематика может быть интересно может быть где-то на каких-то группах сайтах посвященной челябинску или челябинской области может быть кто-то из ваших знакомых собирается в челябинск можете поделиться чтобы он ознакомился что можно посетить и вот такие вот интересные места ну и до скорого ждите новых видео